Всем добрый вечер. 22 августа, понедельник. Время уже без 26 вечера. Готовлю ужин. Наконец-то я убралась в квартире. Чистенько у меня. Пол блестит. Готовлю ужин. На ужин жареная рыба. Горбуша. Так, я уже убавила и крышкой накрыла. Думаю, что минут через 10 она у меня будет готова. Так, продуктов полно. Холодильник весь затарен. О, господи, что тут нет? Копчёная рыба, творог, каша, сметана. Тут какая-то икра, сазана. Два сыра. Огурцы купили. Которые мне кто-то давал, мы уже съели. Тут вот икра. Заморская. Баклажанная. Тут кабачковая. Так, что ещё? Арбуз есть. Персики, яблоки. Тут чё, я даже не знаю. Груши. Чё только нет. Помидоры, огурцы. В общем, полный холодильник. Поэтому я зашла. Сегодня много брать не стала. Взяла такое, что... Как там на улице жара спадает? Сейчас посмотрим. Так, 28 уже. Уже на 2 градуса поменьше. Видите, как там ручки ходят. Вроде даже говорили, что дождь может пойти. На самом деле никакого дождя я не вижу. Что-то там над гаражами, вот там в конце справа, порубили что-то ветки. Все деревьев. У деревьев ветки порубили, макушки. Непонятно зачем. Не пойму для чего. Может быть, хотят гаражи туда ещё дальше сделать. Тогда надо лес вырубать. Кто им разрешит? Никто. Ну, люди бегают в трусах. Как можно бегать в такую жару? Я даже не представляю. Я вот тут в квартире убралась. Убиралась часа полтора-два. И то с меня под градом. Потом пошла сразу мыться. Ну, завтра тем более на работу. Хоть голову помыть. Помыла. Так, ну что, ребята, представляете, конец августа. Уже через неделю, можно сказать, осень скоро. А у нас, видите, в лесу, лес зелёный. Жёлтые листочки так вот первые стали появляться. Практически нет. Чуть-чуть. Вот там на одной берёзке и на одной вон там ещё. Иви, что ли. То есть, жёлтых листьев практически нет. Всё зелено так хорошо. Хотя у нас вот тут под окном немножко есть на берёзках. Жёлтые листья. Рябина покраснела уже. Сегодня шла так красиво с магазина. Но я с двумя сумками особо не поснимаюсь. С двумя сумками. Так, всё, закрываем. Хватит. Надеюсь, моя рыба не сгорит. Ещё немножко убавим. Фух, здесь посидеть. Телевизор выключила, чтобы он мне не мешал. Лампочку сделали, люстру. Свет отремонтировали. Теперь хотя бы свет есть на кухне. Наконец-то я в квартире убралась. Не знаю, давно не убиралась. Наверное, неделю, а может и больше. Что-то всё времени не было. Не получалось у меня. Теперь бельё сняла. Постель меняла. Постельное бельё меняла. Буквально, ну, недавно. Вот. Теперь, значит, я его постирала. Теперь мне его гладить надо будет. Но мы сейчас летом в такую жару под деяльниками не пользуемся. У нас такие простыни. Простынями накрываемся. А деяло лежат под деяльниках, но мы ими не пользуемся. Они вот так лежат, лежат. Неделю, другую, третью. Я иногда так меняю под деяльники, потому что они, хоть мы не накрываемся, всё равно пылятся. Ой, ну, раз в месяц меняю. Потому что там и кот. Ну, кот, конечно, там лежит, но он лежит на покрывале. Он так одеяло не трогает. Фу. Так. Все я дела переделала на сегодня или не все. На почту сходила, в магазин зашла, в квартире убралась. Ну, ужин, можно сказать, уже приготовила. Время 6 часов вечера. Помыться помылась, потому что мне завтра на работу. Голову помыла. Так, бельё. Чё-то там стирала сегодня, нет. Ну, в общем, бельё постирано, теперь погладить надо. Нет, сегодня не буду гладить, у меня уже сил нет. Хватит. Я уже сегодня наскакалась, напрыгалась. Пойду сейчас. Я там фильм смотрела «Прощание славянки» с Евгением Добровольской. Ну, она мне нравится. Я решила все её фильмы пересмотреть, в каких она снималась. Ну, я чё-то начала так вот выборочно, какой фильм вспомню, тот и смотрю. Посмотрела «Умница-красавица». Это вот один из моих любимых фильмов. Потом посмотрела «Счастье по рецепту». Что я ещё смотрела? Ну, там много у неё фильмов. Короче, я сейчас решила начать с первых её фильмов. Она, оказывается, начала сниматься с 83-го года. Не знаю, сколько там ей лет было. То есть она ещё, наверное, в училище училась театральным. В 83-м году она снималась в фильме «Клетка для канареек». Этот фильм повезли на фестиваль куда-то в Польшу. И она там получила приз за лучшую женскую роль. Представляете? Она ещё, наверное, даже училище не закончила его. Может, ей лет там 18 было. 17. В общем, хочу пересмотреть все фильмы. Ну, она там иногда не всегда в главных ролях. Иногда там в эпизодах. А ещё «Снежный ангел» такой фильм есть. Хороший новогодний. Правда, я не помню, кого она там играет. Снегурочку, не Снегурочку. Не помню уже. Вот. Так, не горит моя рыба. Надо посмотреть. Ой. Ну, вот начну с клетки для канареек. Сначала посмотрю фильмы, где главные роли. Потом посмотрю другие фильмы, где эпизоды. Ну, просто интересно. Мне, кажется, человек нравится. Мне хочется про него знать всё. Вот и до. Так, ладно. Я тут убавила. Значит, моя рыба не горит. Я чуть-чуть прибавлю, чтобы она всё-таки... Я думаю, сейчас она у меня ещё постоит минут пять. Завтра я работаю. Каша у меня там полно. У меня там стоит целая кастрюля макарон и каша пшённая. То есть я завтра на работу возьму или с кашкой, или с макаронами. Сейчас буквально две минуты и я выключу всё это дело. Как раз видео доснимаю. Чуть-чуть окно приоткрыть. А то рыбой пахнет. Ну, так ещё не сильно пахнет. Это ещё не самая вонючая рыба. Бывает похуже. Какая вонючая, которая сильно пахнет. Моева, например. Я такую не ем. Ну, можно ещё пожарить. Вот когда скумбрию жарят, по-моему, скумбрия, по-моему, пахнет. Селёдка, наверное, сильно пахнет, если её жарить. Селёдку сельдь ни разу не жарила. Скумбрию жарила, по-моему, пару раз. Хотя, конечно, скумбрию больше люблю в копчёном виде. Так, ну ладно. Рыбку пожарила. Вечером поедим. Рыбку пожарила. Продолжение следует...